Пить или не пить Применительно к современным реалиям Как выпить и при этом остаться в живых И я совершенно не сгущаю краски Дело в том, что в Оренбурге продолжаются Случаи отравления суррогатным алкоголем На прошлой неделе Стало известно о том, что в кому впала Очередная жертва поддельного виски 20-летняя жительница из Новоорска Минувшие выходные Эта девушка умерла, не приходя в сознание О том, что делать, чтобы не пополнить Этот печальный список, а также О новых государственных мерах Которые призваны противостоять Проникновению в продажу левоалкогольной продукции Сегодня мы будем говорить В нашей программе Представляю гостей Рядом со мной начальник управления По развитию потребительского рынка Областного министерства экономического развития Промышленной политики и торговли Евгения Прокофьева Евгения Павловна Спасибо, что вы сегодня В очередной раз в этой студии Даже не помню какой А также рядом со мной Рядом вместе с нами Сейчас Вячеслав Щеняцкий Исполнительный директор Межрегионального союза По противодействию незаконной реализации продукции Вячеслав Дмитриевич Спасибо и вам За то, что вы пришли сегодня на прямой Телезрителям напоминаю Что работаем мы в прямом эфире Телефон, по которому можно дозвониться В эту студию в Оренбурге 43-45-07 Кроме того, по ходу программы Мы проводим, как обычно Наше интерактивное голосование Его вопрос с вариантами ответов на него Вы сейчас видите на своих экранах Ну что ж, начнем Мы начнем, пожалуй, с такого вопроса Вот о том, что виски Которые куплены через интернет И продается Используя вот этот Сетевой ресурс Так его назовем Что он опасен для жизни Смертельно опасен для жизни СМИ твердят уже, по-моему Три или даже четыре месяца И региональные, и федеральные СМИ Но, тем не менее, люди Продолжают играть с судьбой В Орлянку Вячеслав Дмитриевич, с вас начнем Ваш вариант ответа на этот вопрос Почему это люди делают? Ну, сказать однозначно нельзя Не берусь комментировать Сюда максимальную ситуацию Но, однако же, соглашусь с вами Что уже неоднократно проводились Информационные поводы И информация доводилась до населения И впечатленные средства массовой информации И на радио, и телевидении И в сети интернет Но, к сожалению, подобные случаи присутствуют Ну, вот не кажется ли вам, что люди У нас настолько стали беспечные Вот у нас немножко из другой оперы Но, тем не менее, отсюда же Вот эта история с самого начала После Нового года Когда люди застрелялись в снежном плену Когда начали их опрашивать Они там в ботиночках на тонкой подушке В курточках на рыбьем меху Без лопат С полы почти пустыми баками горючего Додвинулись в такой опасный путь А здесь вот так А, будь что будет И здесь то же самое Не кажется ли вам, что это вот именно какая-то вот Жизнь что-то к этому подталкивает Современная наша Как сказать Собственно говоря Наверняка один из факторов Который человек принимает для себя решение Купить поделанный алкоголь Это, наверное, дешевизна В первую очередь Но, к сожалению, доступность Раз есть возможность приобрести За столь низкую цену По сути, человек покупает бутылку Марку Не задумываясь о том, что находится внутри бутылки Какая жидкость Алкоголь содержащая Не алкоголь содержащая И, употребив ее Приводит, к сожалению, таким печальным последствиям Евгения Павловна Вы у нас все-таки представитель власти Но, тем не менее Как бы Точка зрения Наверняка есть у вас Вряд ли вы Не без своей точки Без своей точки зрения На этот вопрос То есть думали об этом Почему происходит Философски, что ли, осмысливали Философски Ну, наверное, тогда уже не как чиновник А все-таки, наверное Как человек Как член общества Я, наверное Я очень много думала Почему же люди вообще слышат Такую страшную информацию Что это реально продукт Который несет серьезную угрозу жизни Жизни В первую очередь жизни Даже я уже не говорю, что здоровье Мне так кажется То есть если разделить категории жителей По возрастному цензу Это все-таки молодое поколение Которое, наверное, не так Серьезно относится к своему здоровью И живет вот на авось Это первое Второе Я полагаю Что это все-таки, наверное Наше восприятие Красивой жизни Потому что люди хотят Красиво выпить Но при этом Совершенно не заплатить Реальную стоимость этого продукта То есть я понимаю Что этот продукт куплен за 200 рублей Легальная Совершенно безопасная бутылка водки Стоит те же 200 рублей Но вот Наше молодое поколение Молодежь Они, в принципе, смотрят эти фильмы Эти журналы Которые пропагандируют Социум гламурный Решают, что, наверное, жизнь не стоит Того, чтобы ее беречь И можно употребить Создать иллюзию красивой жизни Вот этот Суррогатный Прямо вот изначально Понятно, что он Суррогатный алкоголь За 200-300 рублей Виски, которые в реальной жизни Стоят больше 2000 То есть в десятки раз Выпил красиво А потом не слишком красиво Простите, уж сыграл ящик Мне кажется Кого винить-то? Не думаю Я в первую очередь Считаю, что, наверное, Родители, которые Вообще не создали Ну, ценности, наверное, вот так можно сказать Ценности жизни Своего ребенка То есть осторожности К подходу К употреблению Различных Неизвестных, так сказать Веществ И второе Ну, простите меня Конечно, все-таки Средства массовой информации Больше телевидения Которые нам рассказывают О красивой жизни При этом Без каких-то Трудовых вложений Чтобы эту красивую жизнь Достичь Ну, вот это мое Чисто субъективное Как член общества Не как членов Хорошая точка зрения Честно говоря Такая достаточно пространная И обоснованная Что самое главное Вот давайте еще немножко вспомним Не такие уж и далекие Славные времена Ну, начнем Все-таки В советский период Не будем окунаться Хотя у нас там тоже Суррогатов хватало Там народ Денатурат пил И политор Ну, все-таки с 90-х Вот это уже история Как бы Которую переживали все Вроде бы недавно И успели Ее запомнить Не успели забыть Вернее, вот так скажем В 90-х годах Чем травились в основном? Водкой в ларьках Которая была замешана Вот там я помню сюжеты Эти Да и сам снимал Когда там в ванной Вот так совковой Какой-то лопатой перемешивали Какой-то турецкий спирт Какой-то там Или вообще непонятно откуда А потом по таким Красивым бутылочкам Все это появилось Разливались Вот она в ларьке Уже водка Вроде как легальная Это вот тогда тем травились А, еще забыл Были еще средства Такие типа Косметические Типа росинка Которые вроде За уходом Для кожи Тоже в таких Они в пакетиках Продавались Тоже народ пил Почему-то Ну вот В 2000-е Тот же технический спирт Который продавался Под видом жидкости Для размораживания замков Ну это я помню Середина 2000-х Это вот такие Пятилитровые там Бутылки Которые на оптовых рынках Совершенно свободно продавались И продавались они По такой достаточно скромной цене Что можно ее было купить Но для чего покупали Понятно Что там Пятью литрами Можно все замки В городе Оренбурге Разморозить Разом Сегодня явно левый Но якобы Вот этот элитный алкоголь О чем мы говорили Ну это тоже там Производный Вот я с вами соглашусь Видимо народу хочется Вот этой красивой жизни Но только Конец Такой получается Не совсем красивый Сначала больничная койка А потом как правило И участок на кладбище Неужели вот Проводя вот эти налоги Вот эти Истории этого суррогатного алкоголя Все время будет что-то новое Но все время суррогат будет У нас Присутствовать В нашей с вами жизни Так скажем Ваша точка зрения Ну скорее всего Соглашусь с вами Потому что так или иначе Подделка Контрафакта Он присутствует Наверное на протяжении Всего экономического Развития любого государства И эта история Не только Современной России Но и других зарубежных стран Наверное да Соглашусь То есть все время Было Есть И будет есть Что называется Ну не хотелось бы Пророкам В данном вопросе Но однако же История мы видим На те примеры Которые есть И не только на территории России Ну и все-таки Здесь мне интересно Как все-таки Подстраивается Вот эта наша Современная жизнь Виски За 200 рублей И как это вот Красиво звучит Но некрасиво Как я уже сказал Получается в итоге Есть у нас Звонок от телезрителей Давайте послушаем Что нам человек скажет О чем спросит Здравствуйте Вы в прямом эфире Задавайте пожалуйста Свой вопрос Или вы скажете мнение Мы вас внимательно слушаем Не забывайте пожалуйста Представляться нам Иван Иванович Из Бузулука Здравствуйте Здравствуйте Иван Иванович У меня такой вопрос У нас значит Вот Продают Открытым Текстом Не знаю Где и кто И Правоохранительные органы Точно Спирт продают В пятилитровых Бутылях Там Ну цена Там По 96 градусов И никто Не реагирует Ничего Это же Насколько Отравление Не знаю Есть или Может он и Хороший Но дело в том Что продают Просто Это же ущерб Ни налоги Никуда Не пловится Ничего Это Вообще Алло Продают Продают В пятилитровых Бутылях Как В открытой Продаже Прям в магазинах Стоит Или это все-таки Какие-то гаражи На дому На дому На дому Понятно Куда обращались Вы лично Может быть Ваши там Родственники Друзья Знакомые Если обращались Нет Мы не обращались Ну Это Знают же Многие Об этом И никто Не прием Об этом знает Едут Покупают Соседи Везде Кто Бесполезно Никто Не обращает Внимание Спасибо вам Большое Иван Понятно Тема старая Дом Частный Как правило Гаражик Недавно Кстати Светлом Поселке Такой Накрыли Там тоже Продавали Там правда И пиво И казахская Водка Но Контрольная Закупка Которая Была Осуществлена Там По-моему Как раз Такие О пятилитровых Баклажках Опять Иван Вячеслав Дмитриевич Тема Вам Наверное Тоже Давно Знакомая Что Здесь Приведен Есть И на территории Оренбурга В пятилитровых Емкостях Распространяется Жидкость Для медицинских Целей Для технических Медицинских Целей Для обработки Инструмента И прочее Если человек Берет на себя Ответственность За свою жизнь И здоровье И он употребляет Эту жидкость Наверное Все таки Вопрос Вот здесь В рамках Таких Моральных Устоев Именно К самому Человеку По поводу Той работы Который осуществляется Проводится Контрольные закупки Неоднократная Данная Продукция Также Она изымалась Направлялась На анализ Понятно Что там Ей присутствуют Вредные Для организма Вещества Кто должен Заниматься Наверное Государственные Органы И полиция И Роспотребнадзор Непосредственно По внутреннему Содержанию Продукта Именно По доступности Для Каким-то Образум Употребления Населения Вот я продаю Приходят ко мне Хватают за руку Что мне грозит Административный штраф Ну видимо Такой Что там Несколько таких Продал И окупил Сумму штрафа Да еще и в наваре Не будем говорить О сумме Чтобы там Народ не расстраивать Правда Денья Павловна Я добавлю К вам вопрос Такой Немножко Добавочный Кто должен Это пресекать Как вообще Можно это Мониторить Как есть такое Модное слово Ну вообще Любой нелегальный Оборот У нас контролируется Органами У МВД И мы В общем-то Очень в тесной связке С ними Работаем У нас есть Телефон Горячей линии Зрители могут Записать его 770037 770037 Повторяем Да Даже если Вопросы Находятся Не в компетенции Министерства Мы Безусловно Их отрабатываем С органами У МВД И если Ну зрители Вот как-то Всегда скептически К этому Вопросу Относятся Говорят Ну в общем Вам позвонили И забыли Нет Вот Надо сказать Что Буквально За полгода 48 было звонков По нелегальному Обороту Алкогольной Продукции Порядка 60% Отработано Уже Нам органы У МВД Отчитались И рассказали Что да Действительно Там возбуждены Административные Дела И вот Что касается Административных Дел Понятно Что штрафы Невелики Но При этом Идет изъятие Продукции А вот Это уже Ищутимо То есть Мы всегда Стараемся Бить на это То есть Не только Административный Штраф Чтобы не продали А в гаражах Запасы Всегда Хороший То есть У нас Есть такая Практика Мы ходим С органами Полиции И в общем-то Всю продукцию Изымаем И изымают Органы полиции И вывозят И еще Сейчас как раз По поводу полиции У нас На связь с нами Выходит Марина Николаевна Глазатова Начальник отдела Исполнения Административного Донозаконодательства Межмуниципального Управления МВД России Оренбургского Так называется Длинное такое название Ну то есть Человек Которая у нас здесь Главная Отвечает в Оренбурге В Оренбургском районе Марина Николаевна Как вы нас слышите Сейчас Нас слышите Сейчас Нас слышите Сейчас Нас слышите Да Здравствуйте Я слышу Марина Николаевна Просьба небольшая К вам Телевизор С нашей программы Убавьте звук Пожалуйста А то мы слышим Эхо здесь в эфире Сейчас мы У вас с вами Удовольствуем поговорим Вопрос такой Марина Николаевна Вот мы сейчас зашли Речь дошла У нас в студии О том Какие меры Собственно говоря Могут предпринимать Правоохранительные органы Ну возьмем Немножко конкретизируем Этот вопрос Конкретизируем Этот вопрос Задимем вот так Вот после того Как эти Массовые случаи Отравления Поддельным виски О нем будем Преодичь говорить Пошли по всем Так скажем Населенным пунктам Другим Оренбургским Оренбургской области В Оренбурге Что сделано Какие меры Были предприняты Ну После данных Трагических событий У нас Несмотря на то Что мероприятия По борьбе с незаконной продажи Алкогольной продукции Проводится на постоянной основе Находится на особом контроле После Этих событий У нас вообще В разы было увеличено Количество личного состава Задействовано Для выявления данных Фактов продажи Именно крепких Спиртных напитков И за тот период Было пресечено 207 фактов В том числе 33 Про продажи Через интернет Изъято Почти 3,5 тысячи Бутылок Различных Наименований Это виски Коньяк Портфейн Ром И так далее Все то Что потенциально Представляет Большую опасность Для населения А вот эти Пятилитровые бутылки О которых мы сейчас говорили Со спиртом техническим Их тоже изымали? Спиртосодержащую продукцию Которую продают С частных Квартир С частных домов Мы конечно мероприятия По ним тоже проводим Естественно Мы их тоже изымаем Но это Не в данный период Который я говорю Это на протяжении Всего времени Мы этим занимаемся Понятно Вот сейчас Рискну предположить Вернее Так скажем Сделаю такое предположение Что после того Как вот Все узнали о том Что тот виски Который продается Он поддельный Вот через интернет И что если цена Низкая Там 500 рублей За бутылку Что это можно отравиться Не исключено Что те Дельцы Которые этим занимаются Маскируясь Под легальную продукцию Они возьмут И повысят Вот эту Отпускную стоимость Ну с учетом того Что у нас сейчас Экономическая ситуация Такая инфляция И так далее И тому подобное Вот Может это случиться Ну то есть Я не утверждаю Но может это случиться В связи с этим вопрос Как вот обычному Смертному Отличить Хороший алкоголь Прежде всего Дорогой Элитный От того Что может Свести его в могилу Реально вообще ли Это отличить Вот так вот На глазок Что называется Ну я категорически Не советую Пытаться угадать По форме бутылки Или цвету крышки Поддельный Это алкоголь Или нет Потому что у каждого бренда Очень много Отличительных признаков И запомнить их Просто невозможно Кроме этого Нерадивые продавцы Могут сами Того не подозревая Продать фирменные бутылки Спиртосодержащие его жидкость С повышенной концентрацией Метанола Поэтому покупать алкоголь Можно только В магазинах И любая вообще Торговая Или через интернет-магазин Является незаконной Марина Николаевна По поводу метанола Все-таки всем известно Что это смертельно опасный яд Который там В малых дозах Попадает в человеческий организм Привозит к летальному исходу Удалось ли установить Откуда вот это вообще Партия вот этого Именно метанольного Потому что Воле-неволе Так думаешь Что может быть Это чей-то очень злой умысел В Оренбурге Подозрительная жидкость Была направлена на исследование Экспертам И к счастью У нас повышенная Концентрация метанолова Содержащей жидкости Не обнаружена Понятно Но тем не менее Вот эти поддельные Фальсифицированные бутылки Все-таки изымались Как я вас понял Правильно? Да Они изымались Потому что они без акцизов Без лицензии Не установлены в Рим Не установлены милицами И так далее Спасибо огромное Напоминаю Что у нас на связи была Марина Глазатова Начальник отдела Исполнения административного Законодательства МВД РФ Оренбургская Следующий вопрос Вот Нельзя ли Снизить цены На легальное спиртное Для того Чтобы собственно говоря Таким образом Удалить по нелегальному То есть Понятно Почему люди обращаются К нелегальному спиртному Потому что То что продается в магазине Зачастую не по карману Вот по такому пути Можно встречный вопрос Бутылка водки 194 рубля Это дорого? Ну я не знаю И шоколадка столько же стоит Ну я честно говоря Не знаю Но дело в том Что вот в других странах Все таки дешевле Сопоставимых с нами По уровню жизни Позвольте мне с вами Согласиться В Европе вообще Алкоголь Он Очень Ограниченно Доступен В арабских странах Он вообще просто Не демонстрируется То есть мы изучали То есть мы изучали На пути Акцизу повысили Но наша уже страна Достаточно серьезное Вообще Будем говорить Литра спирта Понимаете Как раз Вы имеете Вы имеете ввиду Давайте с первого Начнем Телезрителя Акцизу продукции И марка Которая наклеивается Непосредственно Единицу бутылки Она дает Возможность Каждому покупателю Потенциальному Увидеть Доброкачественное Это алкоголь Либо нет В основной Это такая марка С медведем Да Она так и называется Медведь Если смотришь на эту бутылку Видишь этого медведя Значит человек добровольный Никто его не пронуждал Ну ка иди сюда Да Добровольная сертификация Непосредственно Которая занимается У нас все-таки Наразит копеечку Стоит эта сертификация Она же не за бесплатный Согласен Если мы сейчас говорим Уже о необходимости Проведения добровольной сертификации Мы можем говорить О конкурентоспособности товара И продвижения его на рынке Если продавец К примеру Любой из оптовых сетей Захотел показать Качество продукции Естественно Он проводит добровольную сертификацию Получает марку Наклеивает на каждую единицу продукции Естественно Тогда уже перед покупателями Уже более-менее спокойно Второй Телезритель Часть его вопроса Тоже вам адресую Вам известно Что кто-то понес ответственность За те случаи Когда люди травились И погибали Насколько я помню После прошедших В печальном событии Были заведены уголовные дела Но Саму судьбу этих уголовных дел Я не могу сказать Не отслеживал Но собственно говоря Опять-таки Это информация И средства Насколько информации Понятно Достопно Евгения Павловна Телезритель предложил Не совсем следовать Букве закона Как он сказал Если я там дословно Его понял Если честно Как правоохранительные Как вернее Государственные органы Правоохранительные структуры Могут не следовать Букве закона То есть Уподобляться тем Кто торгует Таким алкогом Что получается Я не поняла В каком отношении Имеется ввиду Что может быть иногда По борьбе с нелегальным Да, да, да Что закручивать гайки И больше Коподистику кнута Я так понял Применять Мне кажется Сейчас у всех органов Есть свои полномочия И нам просто надо Честно их реализовывать И собственно Я полагаю Что таким методом Нелегальный оборот Будет сокращаться Ну то что касается Что выйти за рамки закона Ну это ответ Просто очевиден Мне кажется Даже не стоит Вот Уделять этому времени Можно я еще добавлю По поводу того Где покупать Легальный алкоголь Все-таки Наверное Это вопрос Тоже немножко Ко мне был Мы занимаемся Мы непосредственно Орган Который выдает Лицензии На розничную продажу Алкогольной продукции И безусловно Каждый объект Который имеет Лицензию На алкогольную продукцию Он проходит Обследование И находится под контролем Мало того Что Наши специалисты Выезжают И обследуют Еще и ежеквартально Данный объект Издает декларации Непосредственно В Росалкоголь Регулирование Орган Который непосредственно Курирует все вопросы Алкогольные И в министерство И там мы уже видим Какой алкоголь Находится в розничной продаже То есть Это определенный щит И я считаю Что это серьезный щит Когда люди Решают Приобрести алкоголь То есть Я вот призываю Всех Кто меня сейчас слышит Покупаете Алкоголь Только в легальной продаже Заходите в магазин Смотрите Есть лицензия или нет Смотрите Лицензия Срок действия Если она Действующая То можете Смело приобретать И вот сказать Что в сетевой торговле Выявлены Случаи продажи Нелегальной Контрафактной продукции Но на территории Оренбургской области Вот в сетевой торговле Мы с таким Не сталкивались Ну давайте еще О тех счетах Которые государство Выставляет На пути нелегального Алкоголя И вот один из этих Счетов Называется ЕГАИС Это единая государственная Информационная система Которая систематизирует Понятно будет Алкоголь И информировать О нем Тоже Информировать о нем Об алкоголе Сейчас предлагаю Посмотреть Небольшой сюжет Который мы подготовили Который так вкратце Объяснит Все таки Буквально на пальцах Что такое ЕГАИС Давайте посмотрим Большие площади Большие полки Много коробок Оптовый алкогольный склад В зауральной части Оренбурга Предлагает широкий ассортимент Напитков Бодрости И веселья Каких именно Не покажем Закон не позволяет А другой закон Повелел С нового года Все кто торгует Алкоголем Оптом Должны быть подключены К государственной системе Учета и контроля Цель этой системы Скорее всего Первоначальная Это исключить Нелегальный алкоголь Из оборота Сканеры Считывающие акцизную марку Ноутбуки С ними соединенные Плюс программное обеспечение Выход на ЕГАИС Обошелся в несколько сотен тысяч рублей Дополнительные затраты В стоимость отпускаемой продукции Пока не включены Но у сотрудников склада Появились дополнительные обязанности Проверить и занести в ЕГАИС Все то Что закуплено у производителей До вступления в силу новых правил Работа не пыльная Но муторная Впрочем Ее монотонность Нередко прерывается Несовпадениями данных Заявленных производителем С тем Чем располагает ЕГАИС Или Вот досада На заводе Допустили небрежность И теперь дорогой коньяк Годится только для Внутрикорпоративного употребления Плохо Некачественно наклеена И она уже Сканер ее не берет А что взять Отклеить Мы пытались Не получается Продажу ее никак не пустишь С новыми партиями алкоголя Все проще Свидетельство о совпадении С ЕГАИС Содержится уже В товарных накладных Каждую бутылку Ощупывать и сканировать Не надо Оптовики уверены Теперь вероятность Что к ним попадет Левое спиртное Близка к нулю Та продукция Которая зафиксирована В системе ЕГАИС Она легальная продукция Соответственно Вся эта проверка Которую сейчас Мы осуществляем И сопоставляем Системой ЕГАИС Но мы надеемся Что алкоголь этот Будет действительно Легальный Который мы получаем В общем Очередной барьер На пути алкогольного Фальсификата И продукции Невнятного происхождения Поставлен Поставлен пока На уровне производства И в оптовом звене И уже летом Тот же процесс Ожидает розницу Здесь под контроль И учет Государство Тоже собирается взять Абсолютно весь алкоголь Ну а о том Является ли ЕГАИС Таким Такой панацеей От фальсификата В легальной торговле Поговорим чуть-чуть попозже А пока послушаем Еще одного Дозвонившегося телезрителя Здравствуйте Вы в прямом эфире Сдавайте пожалуйста Свой вопрос Слушаем вас Представляйте пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Светлана Я Соренбурга С южного поселка Скажите пожалуйста А вот продают Вот эти фурики Начиная с частных Маленьких магазинов Потом в аптеках Потом Ну везде Везде у нас Везде валяются Эти фурики Вы имеете ввиду Наверное знаменитую Настойку боярышника Да Да Боярышник Вот эти настойки Ведь стоят В магазинах 12 видов стоят Люди с 8 часов Бегут И это вообще Невозможно Все улицы Завалены Этими пустыми Вот маленькими Бутылочками Спасибо большое Спасибо большое Это вообще легально Или нелегально И вот Кто вообще Это контролирует Понятен вопрос Ну 8 часов прибежал Заправился Как бы Ну понятное дело Определенные люди Естественно Что это вообще Откуда вот они В аптеках были Вот в магазинах Я видел магазин Правда Си саня на прилавках Не стоят Но так Нет Почему они стоят Совершенно открыто Это на сегодняшний день Является легальной продукцией Единственное Что мы с Роспотребнадзором Работали по поводу Товарсопроводительных документов Зачастую У этой продукции Нет товарсопроводительных Тогда изымалось Если все документы В порядке То она имеет То эта продукция Имеет право На существование Для чего она Используется Реально То есть Не для внутреннего Потребления Почему она В таких количествах Я хочу успокоить Нашу жительницу Города Оренбурга Что сегодня У нас уже находится На рассмотрении Законопроект Где любая Спиртосодержащая продукция Непищевого назначения Будет проходить Лецензирование То есть Ну понятно Что это случится Не завтра Но когда все Процедурно пройдет То есть Уже законопроект Есть Он рассматривается Мы дали на него Свое заключение Что мы согласны Мало того Что мы написали В требовании К продаже Этой продукции Чтобы она Не находилась Рядом с пищевой продукцией Чтобы не находилась В близости То есть Хозяйственным мылом Там из порошка Да Чтобы не создавали Имитацию Что это пищевой продукт И Вот Непосредственно Предложение От Оренбургской области Это было Чтобы Также эту продукцию Исключить Из прикасовой зоны Понятно Есть что добавить Станин Ильич Ну собственно говоря Уже было сказано Извучено Эта работа ведется На основании Принятого Нормативного акта Правительства Российской Федерации И в том числе Спиртосодержащая продукция Предназначена Для медицинских целей Она как раз Входит в состав Рассмотрения законопроектов Для усиления контроля Государства За подобные продукты Ну то есть шаги Здесь предпринимаются Да Давайте все-таки Про эгоист поговорим Вот панацея Это или все-таки Любой компьютер Можно подстроить И туда все-таки Что-то там Занести Не того что надо Имеется в базу данных А бутылка будет считаться Легально Потому что о поддельных Этих акцизных марках Мы все уже знаем Еще с 90-х годов Старая тема Ну она просто Не считается Эта продукция Начнем с того Что даже сейчас Надо говорить Что эгоист Это не новая тема Она просто новая Для розницы И сейчас уже Каждая бутылка Акогольной продукции Я уже говорила Находится в этом Виртуальном облаке То есть когда На бутылку Наносится акцизная марка Или федеральная Специальная марка Она уже содержит Уникальный код Который внесен В систему эгоист И вот сейчас Когда мы проводим проверки Мы собственно По этому коду И проверяем Алкогольную продукцию Но теперь и потребитель Сможет делать Так же Вот как мы проводим проверки Так и потребитель Сможет проверять Жизнь этой бутылки От производителя Кончая непосредственно А как это сделать? Будет Когда заработает Система эгоист В рознице С первого числа С первого июля Будет распечатываться Специальный чек На этом чеке Будет код Номер кода И потребитель Сможет по коду На сайте Проследить Жизнь Вот этой вот То есть зайти В эгоист Не путем Вот этого сканера А зайти путем Обычный Через обычный Компьютер По этому коду И также узнать Откуда она Эта бутылка Что это Где произведена И как она продавалась Мы сейчас Как проверяющий орган Уже это делаем И собственно Это просто расширит Возможности потребителя Это хорошая новость Вячеслав Дмитриевич Как вы считаете Эгоист Полностью оградит От плохого спиртного В легальной торговле Вот так Сейчас будем говорить Но опять Мы можем говорить Только тогда Когда мы увидим Конечный результат Введения системы ЕГЭС Уже на практике И в том числе В розничном сегменте В настоящее время То что происходит Непосредственно У оптовиков Мы знаем Что есть проблемы В том числе И с программным обеспечением И с системой Самого Оборудования Потому что Те компьютеры И другая оргтехника Которая находится У оптовиков Будем говорить Она не приспособлена К работе Эгоист Ну понятно Что с 6-го года Работа ведется И с 1-го января Прошу прощения С 1-го июля 15-го года Введено было В обязательном порядке Должен быть Отдельный Программный комплекс Компьютерный комплекс Это отдельная касса Отдельный сервер Отдельное программное обеспечение И есть так называемая Джекарта То есть это электронная подпись Включение данного Компьютерного комплекса В работу В системе ИГАИС Поэтому здесь мы можем Говорить о том Что конечно увеличиваются Накладные расходы На внедрение системы Как это отразится На цене Опять-таки Мы можем смотреть Чуть позже Понятно Давайте послушаем Еще одного нашего телезрителя Здравствуйте Вы в прямом эфире Задавайте пожалуйста Свой вопрос Представляйтесь Не забывайте пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Любовь Петровна Я житель города Оренбурга Ни для кого не секрет Пенсионерка Ни для кого не секрет Что у нас очень Во многих магазинах Не только в маленьких Но и в больших Продают вот этот Суррогатный алкоголь А вот я бы хотела Спросить А почему вот Когда проверяющая Организация Ну Обнаруживает Вот такие нарушения Не отобрать лицензию И не закрыть Такую торговую точку Ну Спасибо за вопрос Мы сейчас только что Разобрались Что в больших магазинах Это все эти случаи Вряд ли Вернее Случаются Но единичные Что как правило Если это большой магазин Как бы Который дорожит Свою репутацию Которого все это выстроено Но тем не менее Вопрос задан То есть Если Там какой-то Раз нарушение Ну там Аштрафовали Второй раз нарушение Ну надо забирать Лицензию Святое место Пусто не бывает Если нелегальный оборот Обнаружен У лицензиата Это основание Для аннулирования Лицензии Но в судебном порядке У нас Вот непосредственно У министерства Есть такая практика Что мы аннулировали лицензию Но сказать Что Чтобы мы Находили Вот даже в этом году Вот В прошедшем В 15-м году Наши проверяющие Находили В легальной Продаже Нелегальный Алкоголь Вот в городе Оренбурге Однозначно Такого не было Вот я Конкретно По городу Оренбургу Говорю Потому что Лицензия Это вообще Дорогое удовольствие И лицензиаты Они дорожат Правом Продавать Алкогольную продукцию И в общем-то Стараются Не допускать На своей прилавке Сомнительную продукцию Ну естественно Есть конечно Магазины Которые Не имеют лицензии Такое есть Не будем скрывать Не имеющие лицензии Продают Алкогольную продукцию Полученную Неизвестно Откуда Но тогда Это уже Полномочия Органов Органов УМВД Это совершенно Другие Механизмы Воздействия На недобросовестных Предпринимателей Добросовестные Легальные Предприниматели От того Что продается Нелегальная Алкогольная Продукция Большие ли Убытки Несут Проводился Такой анализ Оценка Анализ Можно делать Только на тех Нормативных Атах Которые Приняты Это Административный Кодекс И уголовный Кодекс Части торговли Некачественной Продукцией В случае Единичной На территории Оренбусской Области Я припомню Такие случаи Не могу Но опять-таки Может быть Это вопрос Уже Непосредственно Заинтересованы Полномоченные Органы По подобным Случаям Если мы Говорим О перспективах Усиления Ответственности Настоящее время В том числе В рамках Дорожной Карты По урегулированию Процессов На алкогольном Рынке Есть вопрос Об усилении Уголовной Ответственности В том числе Торговли Алкоголем И контрафактом Физическими Лицами Вплоть До уголовной Ответственности В случае Как сейчас Например Если человек Физическое лицо Не имеющий Лицензии Его На факте Продажи Контрафакта Без лицензии Его привлекают К административной Ответственности То повторно Будет уже Привлечение К уголовной Ответственности То здесь Идет усиление Государство В частности Оренбургская область Много теряет От нелегальной Торговли Проводили Такую анализ Мы рассчитывали Да Данную цифру Получается Тут немножко Измененная Система Налогообложения То есть Все что Продаются Алкогольные продукции По рознице Все платежи Идут В бюджет Российской Федерации И возвращаются Уже к нам В виде траншей То есть Или в дорожные фонды Ну все-таки сумма Мы только Ну Порядка Она такая же Как и от легального Оборота То есть 50 Государств 50 нелегал 50 нелегал Да К нам идет Только Платежи От производства Которые идут На территории Оренбургской области Но я полагаю Что я не полагаю Я глубоко убеждена Что если бы нелегальный оборот сократился То наши производственные мощности Нашего Завода Первомайского Были бы загружены В большей степени А у нас сегодня Это больше Около 200 миллионов То есть В два раза Это уже ощутимо Вот так За разговором И подошло время К концу Нашего прямого эфира К интерактивному Голосованию Нашего Обратимся Вопрос простой Вы потребляете Алкоголь Непонятного Происхождения Подозрительного Происхождения Да Ответило большинство Телезрителей Которые Позвонили нам Сюда На вопрос На интерактив Вот такие у нас Собственные результаты Даже не хочу их обсуждать Тем более что Нас около минуты Всего остается И в эфире И я благодарю наших гостей Которые сегодня Пришли сюда Разговор у нас Получился достаточно По-моему Конструктивным Достаточно нормальным И надеюсь Что все-таки Многие вопросы Которые задавали телезрители В том числе И ваш покорный слуга Мы здесь прояснили Итак Очередной выпуск Программы Обратная связь Подошел к концу Спасибо также Всем телезрителям Которые звонили Сюда в эту студию Напоминаю Что следующий Прямой эфир У нас будет Буквально послезавтра В четверг И в этой студии Мы ожидаем Председателя Законодательного собрания Олимпийской области Сергея Грачева Я же с вами на этом прощаюсь Еще раз спасибо всем За внимание И всего вам самого доброго Оставайтесь на нашем канале Субтитры сделал DimaTorzok